Вы знаете, написано, что Бог дал людям этого мира заботу. Собирать и копить. Господь, о чем сегодня забочусь я? Мое желание, я думаю, ваше желание, вот в этом слове прибыть. Что здесь написано? Есть ли это моя забота? Проверять, знаете, свои мысли, свои дела. Они соответствуют этому Писанию. Если нет, у нас есть время поправить. Если соответствуют, знаете, написано еще более и более, ищите того, чтобы угодить Богу. Бог так благословляет свое наследие, и в это время, оно есть время благоприятное, весьма благоприятное, слава Иисусу Христу. И так написано, что будут говорить «мир и благодать». Я думаю, это когда будет? Не сегодня ли это день, когда можно говорить «мир и благодать»? Где-то происходит что-то, знаете, и то Бог поправляет. И действительно, «мир и благодать» есть, есть с избытком, слава Иисусу Христу. А так не было. Была одна одежда, а сегодня есть. Велика милость Божья. И знаете, то слово, которое читаем, соизмерять, как оно есть в нашей жизни. 15-й Псалом, с 5-го стиха буду читать. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». «Слава Иисусу Христу!» У нас есть тоже часть, у нас есть забота. И здесь написано, «Господь есть часть моя. Слава Иисусу Христу!» Какая есть эта часть? Есть так, что действительно я полностью в руках Божьих, или частично. Не произошло ли такого состояния? Знаете, Бог говорит через Яна Богослова, «Я имею против тебя, что ты оставил первую любовь свою». Как в нашей жизни. Любовь – это тоже такое состояние, знаете, она не может находиться, ну, постоянно одна. Она или будет возрастать, или ее будет становиться меньше. Как в моей жизни. Здесь написано, «Межи мои прошли по прекрасным местам». По прекрасным местам прошли мои межи. С того времени, как я познал Господа, мои межи, они по прекрасным местам идут. Мне нравится наследие, то, которое Господь даровал. Наследие – это не сейчас, это будет. Это наследие. Оно мне нравится, я стремлюсь туда. Я ищу его. Для людей мира, написано, не знают, куда идут. А так прекрасно, когда мы пели этот псалом, мы знаем, что мы есть дети Божьи. Мы знаем, куда мы идем. И наследие, оно прекрасно. И это мы уже вкушаем здесь, на этой земле. Оно прекрасно, это наследие. Бог благословляет и, знаете, открывает для человека то, что есть впереди. То, что есть впереди. Что принадлежит нам, будучи на этой земле, написано, что Бог нас видит уже в Царстве Небесном. И приготовил для нас наследие. Слава Ему. За то наследие, за те обетования, за милость Его. Я так рассуждал, знаете, происходят какие-то сбои в жизни. Наверное, потому что в плоти происходит, и, думаю, Господь, что не достает мне. Знаете, это не грех. То, что вот есть причина. Это не грех. Это такое состояние. Стремись к чему-то большему. Стремись к Вышнему. Стремись к Небесному. К этому наследию. Это приятно. Чтобы не останавливаться на этом пути. Что не достает? Знаете, написано, что Дух Святой. Дух Святой, Он нужен нам. Он придет, Он утешит, наставит, овлечит во грехе, там написано, наставит, научит и будущее возвестит. Дух Святой нужен. Чтобы вот это состояние какой-то остановки и состояние такое, может быть, беспокойство или состояние какое-то... Ну, не ощущаешь Бога. Не нахожу во внутренности своей. Не нахожу. Почему? Христос сказал, Я всегда с вами во все дни жизни до скончания века. Римлянам 8 глава написано так, 14 стих. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Всей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, санаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Аллилуйя! Слава Богу! Вот написано, не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Духа Божьего, запечатлены Духом Божьим. Насколько важно и как важно быть вводимым Духом Святым. Я думаю, это не просто такое состояние, что такой мир и покой Дух Святой ведет. Это Христос говорит, если взыщите меня, да? Это состояние постоянное, когда я ищу Его, я нуждаюсь в Нем. Так ли, Господи? Это правильно, Господи? Идти мне, Боже, придашь в руки, будет победа. Господь, куда мне идти? Где мне находиться? В каком состоянии? Постоянные вопросы к Богу написано, ну, вы не получаете, потому что не просите. И если мы просим, если мы обращаемся к Нему, написано, просите, просите, и дано будет вам, просите, ищите, стучите, и найдете. Знаете, это путь, такой постоянный путь искания, искания Бога. Хотя Бог сказал, я вселюсь в вас, я буду вашим Богом. Но все равно состояние искания, если есть такое состояние, знаете, и я не заснул духовно, и я нахожусь на этом месте, и мне приятно наследие, и я слышу то, о чем Дух Святой говорит в мое сердце через проповедь, через слово, через песни, оно для меня приятно. И я не заснул. Я готов слышать и говорить, так, Господи, говори, Господи, наставляй, Господи, вразумляй. Написано, где сердце ваше? Где сердце ваше? Там и сокровище ваше. Где мое сердце на сегодняшний день? Павел говорит, я все почел читаю. Ну, все для меня, оно не важно, оно второстепенно, оно намного, оно там далеко. для меня важно, чтобы Христос прославился, чтобы Христос прославлялся, чтобы видеть Его и творить волю Его. Вот это важно. Знаете, действительно, жизнь, она коротка на земле, и придет время, когда мы из того, что мы делаем здесь, или стремимся делать, хотим делать, мы не сможем делать в Царстве Небесном. Уже время прошло. Написано, что здесь время, там времени не будет. Какое-то тогда состояние будет. Вы знаете, слышал об одном человеке, он прожил, и пришло время ему умирать, и так он много делал, много труда делал. И Бог говорит через порока, ты мало потрудился для меня. И человек уже такой на переходе, потому что болен такой болезнью, которая уже приведет к смерти. Я услышал это, и я так себе думаю, как есть в моей жизни. Уже меньше и меньше времени остается, как есть в моей жизни. Вот это наследие, по которым я иду, оно приятно для меня? То, что впереди, оно приятно? На сегодняшний день, то, что совершается, оно приятно? Или я еще, будучи в собрании, где-то летаю мыслями, я не знаю, на огороде, может, может, на стройке, может, еще где-то, может, на море. Вот это состояние, в котором я сейчас, оно приятно для меня, мне нравится это. И я хочу, знаете, написано, вникай, вникай в это слово, вникай, занимайся им постоянно. И если есть такое состояние, то написано, и наложи внутренность, она будет научать меня, научать. Я за день положил что-то туда, в средину, внутрь, и Бог будет научать меня через это слово. Что бы желали вы? Что бы вы хотели? Будучи детьми Божьими, называясь детьми Божьими, что бы вы хотели? Нет лучше места, чем быть с Богом, быть в собрании, ну и в то же самое время, внимать тому, что Дух говорит церквям. Хочу прочитать еще Коринфянам, 1 Коринфянам, 2 глава, 12 стих. Мы не приняли Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Аллилуйя, слава Иисусу Христу. Что вы хотите знать, и я вместе с вами сегодня, дарованное нам от Бога, и то, что действительно приятно для нас, что бы вы хотели знать? Я бы хотел знать, дарованное нам от Бога. Если мы знаем то, что дарованное нам от Бога, мы способны, Бог сделает и сделал нас способными тогда исполнить волю Божию. Если я не знаю, что мне даровано от Бога, вы знаете, человек может уклоняться, ну, я не знаю, а почему? Если взыщете меня всем сердцем, так говорит Писание, если сердце приложите, Бог говорит, я буду найден вами. Я хотел бы в этой первой молитве молиться вместе с вами и взыскать Бога на этом месте, взыскать Его всем сердцем, возблагодарить Его за ту милость, которую дарована нам. Говорил с одной женщиной, и она уже готова была предать анафеме за то, что я сказал, что я есть Дитя Божие, и я знаю, куда я иду, Господь приготовил для меня Царство Небесное, и я буду там. Она говорит, так нельзя, ты еще на земле. Я говорю, ну, так говорит Писание, что мы знаем, куда мы идем, мы знаем, нам открыто это, Духом Святым. Люди мира сего, они не знают, куда идут. Приятно это состояние. Ну, ценно для вас, лично для каждого, ценно это состояние, что мы знаем, куда мы идем. Насколько Слово Божие, оно поворачивает наши сердца по направлению к Богу, и написано, что были не народ. Когда не народ? Когда не Божий? Что могли ожидать? И когда сегодня есть народ Божий, дети Его? Написано, если дети, то и наследники. Слава Иисусу Христу! Пусть Господь благословит, молиться к Нему, знаете, и через эту молитву вкушать, как благ Господь, переживать те откровения, переживать то, что Бог посылает в наше сердце, и, знаете, не смотреть на то, что скажут люди. И как будут говорить, ну, может, ты высоко берешь, может, ты что-то о себе думаешь, а Бог говорит, кто в Иисусе Христе, тот новое творение, кто в Иисусе Христе, тот есть святой, отделенный от этого мира. Мое наследие приятно для меня. Слава Иисусу Христу! И я благодарю Бога за то, что Он заботится о доме моем, обо мне заботится постоянно, даже когда я сплю. И я точно знаю, потому что это возвещено Духом Святым. Было сказано так, что Бог говорит, «Говори так, еще этого не произошло, но если будешь говорить, ты увидишь это». И я думаю, и там было сказано, не бойся. Бог, Он есть наследие в доме моем. Бог есть победа моя, слава Иисусу Христу. Бог есть победа моя, мы так стараемся. Но если мы в нем, Он есть победа наша. Слава Иисусу Христу! Молимся и благодарим Бога!